ВШМ – это бизнес? Жизнь и опыт заставили осознать, от чего надо отказываться. 90-е годы, дикий капитализм, выживание – тема, мягко говоря, неочевидна. Та самая мальчистско-ленинская политическая экономия, которую я учил в экономической факультете, которую я преподавал к тому моменту уже почти 10 лет. Как вы успеваете это все? Поколение Z, поколение Y, тиктоки, не тиктоки. Какую область знания вы хотели бы еще освоить? Вот вы нам подайте составляющую социальную, вы нам подайте составляющую экологическую. Нет ничего случайного. Сейчас как-то не модно говорить о том, что у нас переходное общество. Ну сколько можно говорить? 20 лет назад переходное, 10 лет. У меня есть кровяные тельца в организме, но их производство не является целью моей жизни. Врук неожиданно с неба спустились ангелы всем белым и начали помогать тем, кому не помогали раньше. Немножко вы говорили, что про изменения студентов все-таки есть этот вопрос. Чем отличаются сегодняшние студенты от нас, которые были 20 лет назад? Все-таки можете какой-то тренд сформулировать? Они же другие сегодня. Слушайте, вы знаете, не могу. Нет? Не могу. То есть вот чего-то очевидного и ненаносного, наверное, нет. Наверное, нет. И в том числе, я об этом говорю так уверенно, потому что вот этот год-полтора нашей перечурливой онлайн-жизни, ведь это, с одной стороны, во многом так мозг прочистило, а с другой стороны, вот что-то обнажило, да, что-то сделало более важным, менее важным. И когда, вот ту же самую историю бизнеса я преподавал на первом курсе, год назад, первый курс, который вообще не учились оффлайн, они пришли и сразу вон лайн. И это было сложно, но, в принципе, они также интересовались в большей степени, в меньшей степени, примерно так же реагировали. Когда на Дракере удалось с ними встретиться живьем, это была, конечно, фантастика, когда подходит студент Евгений Здравствуй, тебе кто? Хотя я просил их лица показывать, как бы на экране, но это совсем другое. И это, конечно, так эмоционально было очень важно, но это еще раз мне показало, что вот эти все разговоры, там, поколение Z, там, поколение Y, там, тик-токи, не тик-токи, ну да, это все присутствует, но это немножко другой уровень. Понимаете, если мы говорим на макроуровне, я не готов сейчас пускаться в сколь-либо научно-обоснованные рассуждения о том, что нынешняя молодежь пошла не та. Вот те студенты, которые приходят, те студенты, которые мы учат, они прекрасны, так же, как были прекрасны те, кто были до них, как был прекрасен ваш набор, как был прекрасен первый набор. Это те люди, которые приходят в Санкт-Петербургский государственный университет учиться. Да, хорошо. Я при подготовке обсуждал вопросы с ребятами, с выпускниками, и кое-что я тут вплетал, значит, в свой сценарий. Один вопрос просто зачитаю. Юрий Евгеньевич, вы посвятили жизнь тому, чтобы вдохновить студентов быть социально ответственными в их деловой биографии. Некоторые из них делают много доброго и полезного для общества, по вашим заветам. Помогают больным детям, занимаются благоустройством, оберегают животных, поддерживают спорт. Есть ли примеры конкретных добрых дел, инициированных выпускниками ВШМ, которыми вы гордитесь? Я бы, наверное, не стал сейчас приводить конкретные примеры по причинам очень простым. Вот я вспомню условно Машу и Дашу, но не вспомню Петю и Васю, что абсолютно нехорошо. Тем более, что у меня здесь может возникнуть такой нездоровый и на самом деле порочный интерес преувеличить собственную роль в этих подвигах. Поскольку могу привести другой пример, что на факультете много лет уже существует абсолютно студенческое, самостийное движение Charity Club. Ребята занимаются благотворительностью. Не то, чтобы они отказываются от моей или нашего центра, поддержки какой-то, но это их самостоятельный проект. Они сами принимают решения, они сами выходят на партнеров. То есть я уже перестал удивляться, когда сталкиваюсь с ними на разных площадках, с сами предпринимателями, с НКО, с которыми мы работаем на центр, и с ними же работают эти ребята. Может быть, даже в большей степени на это повлияло общая атмосфера, которая существует в школе, а вот общая ценностная атмосфера, в которую мы вкладываемся. Наверное, вот так. Хороший пример, да. Немножко про философию образования. Вот сейчас всё меняется, мир меняется. У меня двое сыновей, 9 и 6 лет. И для меня не очевидно, что традиционная схема сад, школа, вуз, она такая безальтернативная в сегодняшнем дне. Как вы думаете, что мы как общество хотим от образования? Что мы как общество? Это сильно. Я как отец, например, я просто, наверное, ищу какого-то диалога по этому поводу. Куда их направлять, этих моих мальчиков, чтобы у них всё было хорошо? Это очень сложный вопрос. И я не уверен, что могу здесь вещать в формате жёстких рекомендаций, но я могу вспомнить, какие у меня были соображения по аналогичному поводу в своё время. Я исходил из того, что образование, которое должен получить ребёнок, оно должно в себя включать, во-первых, такое образование, которое не погубит желание читать книжки, которое в большей степени связано с семьёй, то есть чтобы не отбили охоту книжки читать. Но это скорее негативное, чем позитивное. И, во-вторых, чтобы обучили иностранному языку. Потому что без хорошей языковой школы, где бы эта система настаивалась с самого начала, затем уже вспрыгнуть в этот поезд сложнее. А, как мы уже говорили, на сегодняшний день это не вопрос уникального конкурентного преимущества, а просто вопрос линии отсечений. То есть ты можешь быть сколь угодно прекрасен, если ты языком не владеешь. Ну, ты просто не играешь здесь, да? То есть здесь я достаточно скромно в этом смысле подходил, но я не могу судить за сына, но у меня есть гипотеза, что, по крайней мере, в этих постановках мои ожидания оправдались. Я так скромно сформулирую. Вот именно в этих установках. А дальше есть два подхода. Первый подход, что всё быстро меняется, 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 зная, они нужны. Но мы же, исходя из этого, можем начать делать статашные выводы. Что давайте-ка мы всё это начнём уменьшать до трёх лет, до двух лет. Низельный курс. Да-да-да, вот все такие ужасы. Такое массовое производство никуда. Поэтому я горящий поклонник. Это, может быть, третий вариант в дополнение к первым двум, о которых я говорил, что чтобы не отбить охоту читать и чтобы язык. Всё же университетское образование, причём речь идёт о классическом университете, о классическом университете, который хранит традиции классического образования, который подразумевает, опять-таки, чтение книжек, который подразумевает серьёзный анализ, общение с высокого уровня преподавателем и всё остальное, что мы с этим связываем. Потому что если есть базовое классическое университетское образование, оно формирует образ мышления. Возвращаясь к началу нашего разговора, я ещё раз благодарен тем людям, которые учили меня на экземплярском факультете Ленинградского государственного университета, которые сформировали некий образ мышления. Всё-таки ещё немножечко в эту сторону, в плане революции технологической. Сейчас есть интернет. Сейчас, вот мы сейчас снимаем, мы выложим на Ютубе, и потенциально это может посмотреть хоть миллион, хоть сто миллионов человек. Зачем каждый год читать курс, один и тот же, если можно записать один раз, ну, можно там разными дублями, значит, полировать, полировать, сделать такой вот идеальный продукт и его уже представлять студентом с точки зрения процесса образования. Ну, смотрите, здесь есть разные курсы. Причём я не в смысле хорошие и плохие, а с точки зрения их содержания цели. Если мы можем вычленить некие функциональные курсы, которые подразумевают обучение неким процессам и неким инструментам, которые живут достаточно долго, то здесь, вероятно, подход записать, продемонстрировать, он работает. Если мы говорим о курсах, которые носят более системообразующий характер, как ни парадоксально, эти курсы, они гораздо более чувствительны к изменениям. Потому что, если взять вот системообразующий курс, вот там ту же, не знаю, историю того же бизнеса, да, или, может быть, сейчас не очень этот пример стаботает, но та же самая КСО, да, вот эта проблематика, которая получила новую жизнь, вот новое дыхание, два-три года как, да, сейчас мы все говорим про SDG, ESG, да, и прочие модели. Но достаточно долго это была такая проблематика, если не застывшая, то, по крайней мере, более-менее стабильная. Но все равно вот именно эти курсы, они постоянно должны очень аккуратно правиться и дополняться и примерами, и какими-то новыми элементами в дискуссии для того, чтобы они воспринимались как вау. Понимаете? Потому что вот та же условная история бизнеса, как набор анекдотов из жизни Рокфеллера, но это может быть забавно, не более того. Если мы понимаем, что вот эта работа и сегодня, если мы правильно поймем, нам поможет и завтра, и послезавтра, это совсем другой расклад, могу привести пример. Несколько лет назад, в 2016-2017 году, мы сделали еще до коронавируса, это был один из первых на факультете, такой большой видеокурс по корпоративной социальной ответственности. Он был большой, красивый. Спасибо компании «Норийский никель», которая поддержала этот проект. Это был такой хороший, добротный курс. Он был семестровый, причем мы его делали таким образом, чтобы по возможности избегать газетных заголовков, как бы, всеюминутных, а более-менее какие-то устойчивые вещи туда вводить. И он опять-таки был сделан таким образом, чтобы его можно было использовать как некие модули и для бакалавров, и для даже MBA, с соответствующими добавлениями. И этот курс мы сделали, снабдили его набором тестов, прочими элементами, через систему степик мы его начали предлагать студентам. И вот на протяжении нескольких лет студенты, которые у меня на втором курсе бакалавры слушают курс по корпоративной социальной ответственности, они в качестве одного из элементов курса получают вот этот видеокурс. Его прохождение и прохождение неких тестов в сумме дает им какое-то количество баллов, сейчас уже не помню, 20 баллов, что-то такое. Но, если в первый год, когда этот курс вышел, было очевидно, что живые лекции, живые семинары, они по большому счету танцуют вокруг этого видеокурса, то есть, они его раскрашат. С каждым годом ситуация изменялась, изменялась, изменялась таким образом, что все более развернутыми становились дополнительные комментарии к видеокурсу, на что обратить внимание, что изменилось, что надо еще дополнительно посмотреть. И сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда все эти дополнительные комментарии, они уже собой представляют не курсом, а достаточную часть, что с другой стороны гораздо более важным делает вот мое непосредственное общение и те лекции, которые онлайн предлагаются, и те семинары, которые онлайн проводятся. Но, опять-таки, онлайн не в формате записи, а в формате общения здесь и сейчас. То есть, получается, что те курсы, которые функциональны, которые стабильны, и которые относительно невелики по размеру, они просто будут жить дольше. А здесь, понимаете, вложиться в курс, который проживет один семестр, это экономически бессмысленно, и это бессмысленно с точки зрения качества. Поэтому сейчас, вот, кстати, если мы говорим о новой стратегии развития ВШМ, ВШМ повернулась лицом проблематики к противостоянию и социальной ответственности. Не то, чтобы когда-либо ВШМ отворачивалась, но сейчас действительно новые возможности, полная поддержка руководства, и сейчас мы будем в ближайшие годы, буквально начиная с этого семестра, более глубоко внедрять эту проблематику в отдельные рабочие плодоучебные дисциплины, во всю систему учебных курсов. Постараемся в обозримое время, может быть, год-полтора это займет, но такая мечта, сделать электронный модульный курс в формате постоянного обновления, там элекционные части, там кейсы обновляемые, и прочее, и прочее, и прочее, для того, чтобы он жил и дышал, и чтобы он жил достаточно долго и удовлетворял потребности наших программ разных уровней. И этот курс, этот набор модулей, который мы могли бы предложить вовне вузам-партнерам Российской Федерации, которые, ну, вероятно, будут прислушиваться к мнению Высшей школы менеджмента, возвращаясь к нашим ожиданиям о трех коробах. Да, да. Немножечко еще про образование. ВШМ – это бизнес? ВШМ – это бизнес в современном понимании этого слова. Понимаете, если мы говорим бизнес в стиле, ну, скажем так, так называемого дикого капитализма, товарищ Гервитт Спенсер и прочего социального дарвинизма, то нет. Если мы говорим о подходе капитализма заинтересованных сторон, об этом много лет говорили, а сейчас вот это время настало, вот он как бы, то, что сейчас развивается. Да, это бизнес. Но, опять-таки, это бизнес в интересах системы заинтересованных сторон. Это не система, которая работает на получение прибыли, как таковой. Как подчеркивает отец концепции с интересованных сторон, Эд Фриман, прекрасный человек, вот мне повезло в жизни быть с ним хорошо знакомым, он говорит так, понимаете, вот у меня есть кровяные тельца в организме, но их производство не является целью моей жизни. То же самое здесь мы говорим вот о служении, вот по цицерону, да, вот офис, офис, да, это служение. То есть, собственно говоря, мы агенты общества. Хорошо. Выпускники ИВШМ это в каком-то смысле продукт для работодателей. Какие у этого продукта сильные и слабые стороны? Ну, не очень корректно мне формулировать за работодателя. Вещь может идти о моих представлениях, о том, я именно про это спрашиваю. Как это видит работодатель? Сильные стороны, вот то, о чем я говорил, первое, это умение системно мыслить. Проблема в том, что не всегда работодатель готов на это обратить внимание сразу. В тех случаях, когда работодатель так или иначе обращает на это внимание, рано или поздно, то он осознает, что это действительно очень важная сильная сторона. Далее, сильная сторона, наверное, это коммуникабельность, переговороустойчивость, так бы я это сформулировал. Другое дело, другое дело, и вот здесь возможны, конечно, перехлёсты, поскольку бывает коммуникабельность, бывает чрезмерная коммуникабельность. Бывает коммуникабельность, основанная на вере в собственные силы и собственные знания. Бывает коммуникация, основанная на вере в собственные силы и собственные знания, плюс на собственное нахальство. Что, опять-таки, само по себе не есть плохо, но вот здесь как раз некая рисковая точка, где можно выглядеть на короткой перспективе, но чем дальше, тем больше надо демонстрировать действительно способность, анализировать, принимать решения. И если выпускник понимает, что концепции, которым загружают его сознание долгие годы, они реально применяются, реально работают, если он может это продемонстрировать, ну, ради этого его и покупают на рынке. И в этом смысле меня абсолютно не коробят, когда мы говорим о том, что студенты – это продукт. Это в том числе продукт. То есть если мы этого избегаем, то мы возвращаемся, опять-таки, в прекрасные старые времена, когда цель образования была «take care of kids». Все же наша основная заинтересованная сторона – это бизнес-сообщество, которое ждет тех менеджеров, которые помогут эффективно вести бизнес в конкретной организации, да, и которые будут развивать в целом экономику страны. Хорошо, давайте про корпоративную социальную ответственность. Как вы вообще пришли к этой теме? Это же, я так понимаю, что 90-е годы, дикий капитализм, выживание – тема, мягко говоря, неочевидна. Знаете, в известно смысле случайно. Вот так прокручивая назад, в известно смысле случайно. Хотя… Нет ничего случайного. Как я уже говорил, да, вот некие элементарные критерии про буквы, про цифры. Поскольку вот я относился к группе, которая про буквы, в этом смысле политическая экономия, она как раз была для меня интересна. И когда был запущен проект школы менеджмента, у нас были возможности абсолютно уникальные. Вот представьте себе, вы запускаете проект, ведущий университет страны, открывается отдельный факультет. Вы на этом факультете, вот штатный преподаватель. С вами никто не конкурирует. Вот в том, как того поля, которое вы выбираете. Вы можете выбрать, ну, что хотите. Но опять-таки, вы подставляетесь, потому что если вы выбираете что-то, подразумевается, что вы имеете соответствующий бэкграунд, что вы гарантируете, что вы достаточно быстро этим овладеете и сможете это транслировать, то есть великие риски, но возможность выбора. Поэтому здесь, как бы, поле-то было очень простое, что вот это не про цифры. А не про цифры, а что? Вот на поверхности лежит маркетинг, управление персоналом. Но здесь большую роль, наверное, сыграли наши контакты со школой бизнеса Хаса в Беркель. Когда он в первый-второй раз приехал и стал общаться с людьми, с профессорами, я вдруг понял, что та самая маркетинская политическая экономия, которую я учил в экономической факультете, которую я преподавал к тому моменту уже почти 10 лет, она очень похожа на область знаний, которая классифицируется как бизнес и общество. Более того, скажем так, маркетинзм – это одна из концепций, которые относятся к этому поводу. И не то чтобы я пытался все это подогнать под существующие знания. Но вот вся эта проблематика, она была мне знакома и понятна. А дальше это уже вопрос конкретных людей, тех, кто помог, кто подсказал. Не могу не вспомнить профессор Эдвед Эпштайн из школы бизнеса Хаса, один, наверное, из крупнейших специалистов в области этики бизнеса 60-х, 70-х годов, 80-х годов. Ряд других замечательных ученых и преподавателей, они просто объяснили, что это. И я, как это ни странно, был готов говорить с ними почти на одном языке профессиональном. И поскольку я понял, что мне это интересно, я почувствовал поддержку, я почувствовал интерес в том, чтобы у меня что-то получалось. И дальше все завертелось. Все пригодилось. Все пригодилось. То есть в этом смысле, я бы так даже сейчас отчаянно сказал, что противоречия такого в формате «ох, мы все сейчас забудем и чему-то новому научимся». Такого у меня не было. То есть в широком смысле слова, вот и чем занимался, и тем и занимаюсь. Если, конечно, за скобку отодвинуть временные увлечения западноевропейскими космическими программами. Хорошо. Как измерять эффективность корпоративной социальной ответственности? Никак, потому что корпоративная ответственность – это моральная категория. Про буквы, не про цифры. Да, можно измерять эффективность деятельности, которая либо основана на неких принципах, либо не основана. Или скажем так, деятельность всегда основана на принципах. Вопрос на каких. На каких, да. Вопрос такой, про взаимодействие с государством. Когда заканчивается бизнес и начинается политика, это усложняет процесс? Ситуация усложняется для этих программ, которые вы наблюдаете, курируете, участвуете? Или она упрощается? По-разному. По-разному. Понимаете, поскольку не существует абстрактной рыночной экономики в жизни, государство существует всегда. Да. Оно существует всегда. И самое, наверное, нелепое – абстрагироваться от государства в данной области. По той простой причине, что государство как регулятор ответственно за наличие неких стандартов, которые являются обязательными. Почему это важно? Вот сейчас мне не хочется уходить в лекцию за мной. Просто я хочу подчеркнуть, что я уверен, это как бы кредо, если угодно, что если мы говорим о рыночной экономике и капитализме, то кооперативная социальная ответственность – это категория рыночной экономики и капитализма. То есть мы говорим о некоем подходе к ведению бизнеса, который оправдан с точки зрения рыночной экономики и капитализма. И если раньше как-то это обходили, сейчас, если посмотреть по публикациям и глубоко теоретически, мы были практико-ориентированным, типа изданием McKinsey, то коллеги спокойно подчеркивают, что социально ответственный бизнес, устойчивый бизнес – это прежде всего бизнес, который является прибыльным. И если все эти прекрасные разговоры не связаны с прибыльностью бизнеса, то мы говорим о мёртвом бизнесе. То есть мёртвый бизнес не может быть ответственным, поскольку он умер. И в этом смысле здесь противоречий нет. В чём российская специфика, в отличие от другого мира? Есть ли она вообще? Нет, она безусловно есть, поскольку есть специфика везде, в силу, может быть, особенностей государственного регулирования, в силу особенностей развития бизнеса, в силу особенностей развития всех институтов. Если вернуться к глубокой теории, вспомнить того же новой школы лауреата Оливера Вильямсона, который знаком нашему факультету, ещё будучи профессором Калифорнийского университета в Беркли. Разные уровни институтов изменяются с разной скоростью. Как мы помним, встроенные институты, это столетия и тысячелетия, 30-40 лет только новой России. То есть процессы идут и идут. Институциональные следа, рынки, всё это находится ещё в процессе трансформации. Сейчас как-то немодно говорить о том, что у нас переходное общество. Ну сколько можно говорить? 20 лет назад переходное, 10 лет. Конечно, мы существенно продвинулись, но это по-прежнему общество с элементами переходности. Это нормально, главное это понимать. Другое дело, что если мы посмотрим на наши компании, особенно на крупные компании, они прекрасно понимают, что это элемент нормального существования на рынке. Это элемент конкурентной политики. И вот здесь как раз роль государства не просто как ночного сторожа, а как той институции, которая как бы подгоняет бизнес двигаться вперёд. Вот если помните, мы в истории бизнеса говорили о детестовом регулировании. Ведь оно не борется с большим бизнесом, оно подгоняет его в каком-то направлении. То же самое, когда мы видим в этом году, в прошлом году всё новые и новые инициативы, новые и новые законодательные инициативы, связанные с экономикой замкнутого цикла, связанные с регулированием, которое касается загрязнения окружающей среды. Где-то мы опаздываем немножко, но в целом мы не выпадаем из общего тренда. То есть здесь вполне преподавание КСО на уровне таких общих мировых подходов, оно абсолютно работает. Причём оно работает на самом деле и для крупных компаний, и для малых компаний. И как я люблю иногда вспоминать, понимаете, за 30 лет накопилось большое количество всяких примеров и анекдотов, которые всплывают сами. Иногда я повторяюсь, прошу извинить. 98-й, по-моему, год, как раз кризис, и одна из первых программ MBA, и я начинаю рассказывать про бизнес-сообщество, коллеги слушают, ну, задают вопрос, говорят, Юрий Евгеньевич, всё здорово, ну, и вообще-то в окно-то смотрите, что вы там рассказываете. А так получилось, что вот это одна из первых групп MBA, там достаточно большая часть были не менеджеры крупных компаний, а предприниматели. Я говорю, вот, ребят, поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас имеет свой бизнес. Поднимают руки. А вот поднимите руки, кто в своём бизнесе, там, уже, не знаю, год или два, поднимают руки. Я говорю, вот, ребят, я готов подписаться, что вы этично и ответственны, и ваш бизнес этично и ответственный. Потому что вы и ваш бизнес ещё живы. То есть, опять-таки, применительно к октябрьной ситуации, мы о чём говорим? Мы говорим о том, что компания в состоянии адекватно выстраивать отношения с системой заинтересованных сторон. Всё. Никаких других сказок здесь нет. Другое дело, что когда мы говорим об устойчивом развитии, вот как раз все эти ожидания заинтересованных сторон, они, конечно, изменяются. Вот с чем связан сейчас этот феномен ESG? Все говорят ESG, ESG, ESG. Но это никакой образом не синоник. Ведь ESG изначально, это не что иное, как социально ответственное инвестирование. То есть, это всё-таки нишевая вещь. Да, вот фонды ответственного инвестирования, которые инвестируют некие компании, которые соответствуют тем или иным критериям. И это старая очень история. Но сейчас, почему вот пошёл некий шквал и потоп в этом направлении? Потому что вся система ожиданий, она изменилась качественно. И сейчас, и с точки зрения инвесторов, уже качественно существенной доли, и с точки зрения основных заинтересованных сторон, их ожидания привязаны как раз вот к этой триаде. Вот вы нам подайте и составляющую социальную, вы нам подайте и составляющую экологическую, особенно в условиях обострения глобальных проблем, которые, как мы сейчас знаем из недавнего доклада о изменении климата, мы не можем уже открутить назад. Изменения, они происходят. И либо мы приспосабливаемся, либо нет. В этом смысле ответственный бизнес, который в состоянии приспособится к новой среде. Если он не в состоянии, он умер, он безответственный. Ну да, всё логично. То есть на самом деле здесь всё просто и сказок нет. Ну вот у меня ещё такая аналогия, что то, чему вы учите, это принципы для организации. А если спуститься на уровень ниже, на уровень индивидуума, там те же принципы работают или немного другие? Знаете, и да, и нет. Поскольку, я сейчас коротко отвечу, это будет опять-таки часть ответа, да, поскольку он очень большой. Вот как преподается проблематика корпоративно-социальной ответственности, этики бизнеса, там устойчивого развития, в целом школы бизнеса в мире. Есть на самом деле две как бы большие школы. Одна школа, она этически отталкивается от Аристотеля, от этики добродетели. А другая школа, она отталкивается от более там рациональных моделей алгоритмов. То есть одно не претворяющее другому, но как бы немножко разные подходы. И вот в этом смысле, вот кстати, в чём на самом деле прелесть работы с аудиторией МБИ? Редкое наслаждение беседовать с крамотными, взрослыми людьми о добродетелях. То есть немножко так странно позвучало, ещё ручки так сложил. Но это на самом деле интересно, потому что шутка добродетеля. Что-то белое и пушистое нет. Мы говорим о том, какие черты характера, проявляемые в реальных действиях, обеспечивают системе устойчивое развитие. В этом смысле добродетели, они как бы изменяются по мере развития цивилизации, но добродетели имеют отношение к индивидууму. Вот человек является носителем добродетелей. И в этом смысле это не просто любопытная концепция, над которой так разок стоит задуматься, это и вопрос взаимодействия человека с организацией. Ведь опять-таки из самому уже мне надоевших цитат, которые я постоянно воспроизвожу, что хорошая организация это та, которая делает человека лучше. Вот высшая школа менеджмента, она делает меня лучше или нет? Если делает, она хорошая организация. Если она взывает к жизни не мои добродетели, а мои пороки, то это плохая организация, надо убегать. То есть очень простой критерий. И здесь, вот как сам человек на это смотрит? Это простой критерий, если ты знаешь, где лучше, а где хуже. Так нет, опять-таки, как человек на это смотрит, потому что любые ситуации управленческие, ну самое простое, вот некие дедлайны выставляются. Можно подойти, да вы там с ума сошли, у меня много-много-много всего, и вообще белые пушистые велики и могучи, отстаньте. Это неправильно. Надо исходить из того, что школа как система развивает у нас не пороки, а добродетели. Добродетели пунктуальности, добродетели ответственности за взятость. То есть такой вот позитивный взгляд, и он хорош и для организации, и для человека. А что касается алгоритмов, ну зайца учат играть на барабане лапами нормально. Другое дело, что там сложно говорить о добродетели. Расскажите про социальное предпринимательство. Что это вообще такое? Это огромная тема. У вас прекрасные вопросы. Очень коротко. Разве прибыли недостаточно? Три простых пункта. Значит, смотрите, на самом деле, для начала такой вал. Вот социальное предпринимательство – это частный случай, общие тенденции. Вот это самое главное, что все забывают, и мало кто об этом говорит. А речь идет о том, что вот плюс-минус сейчас, да, вот 2021 год, чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, период, когда резко обостряются глобальные проблемы, причем весь комплекс. И вот сейчас пандемия, второй год мы живем, да, мы видим все эти изменения, и климат, и все, и все что угодно. Вот реально все меняется. Это не что иное, как обострение глобальных проблем. И возникает проблема так называемого большого разлива, big disconnect. А смысл заключается в том, что компании, они все больше демонстрируют социальную ответственность. По разным причинам. Где-то заставляют, где-то они понимают, что это выгодно, как я говорил, да, вот они все и все ответственные, и у них прекрасная отчетность нефинансовая, или интегрированная, что более, наверное, современное. Но проблемы продолжают углубляться. То есть компании все более ответственные, а проблемы все более углубляются, возникает разрыв. А общество понимает, что без участия бизнеса на сегодняшний день, ну, сложно какие-то глобальные сюжеты каким-то образом изменять и развивать. Поэтому либо бизнес глубже погружается в социально-экологические проблемы, либо все плохо. А как он будет погружаться, если он упирается лбом в эффективность, в интегрированность, да? Поэтому и возникает вопрос о изменении бизнес-модели не на уровне постоянного процесса, да, вот я изменил, я выиграл, а в массовом смысле, да? Резкое увеличение количества и качества партнерства для переспределения рисков, да, или известная дискуссия там про гамбит-пеликана, примеры из живой природы, когда, на первый взгляд, суицидальное поведение тех или иных групп популяций на самом деле призвано сохранить популяцию в целом. То есть вот некое переспределение рисков, сейчас это общая проблема. В этом смысле социальное предпринимательство это прекрасный частный случай, когда малый бизнес погружается в решение социальных и экологических, правда, в меньшей степени проблем. Возникает вопрос, а как же он бедно и выживет? А он никак не выживет, если у него не будет продвинутая современная бизнес-модель, да еще плюс партнерство разных уровней, да еще плюс в идеале государственная поддержка, да еще плюс в идеале поддержка крупных компаний, то есть вне экосистемы социальное предпринимательство развиваться не можно, равно как и весь бизнес. Поэтому для меня, как для преподавателей, как для ученого, вот это вот хит, вот то, что происходит сейчас. И рассматривать социальное предпринимательство как отдельно взятый феномен, что вдруг неожиданно с неба спустились ангелы всем белым и начали помогать тем, кому не помогали раньше, ну это обижает социальных предпринимателей и не понимает ее сути проблем. В этом смысле это действительно вот такой супер лабораторный частный случай, который как раз вот здорово иллюстрирует создание экосистемы, что нужно большому бизнесу не меньше, чем социальное предпринимательство. Пример можете привести? Социальное предпринимательство, ну здесь все просто, поскольку так исторически сложилось, что мы где-то с 2012-2013 года в эту проблематику вошли, мы обучаемся социальных предпринимателей как таковых, делаем летние школы для студентов, специального предпринимательства. Из петербургских таких икон, то что на поверхности, прекрасные проекты компания Liberty, ООО на всякий случай, это инвотуризм, проекты по туризму для инвалидов-колясочник. Там достаточно интересная бизнес-модель, которая вначале позволяла им выходить в ноль, затем позволяла им при очень низких платежеспособных возможностях этих клиентов даже получать прибыль, плюс партнерство, очень много всего интересного. Или пример, который вот для меня достаточно близок, поскольку я уже несколько лет руковожу по Петербургским советам благотворительного фонда, такой благотворительный фонд Рауль, в Санкт-Петербурге достаточно известный. Там несколько направлений деятельности, но изначально это поддержка, социализация, адаптация и устойство на работу выпускников детских домов. Причем во многих случаях с ограниченными возможностями теми или иными. И это действительно такая сложная очень система, которая в себя включает и благотворительный фонд как некоммерческую организацию, и собственно социально-предпринимательские какие-то подразделения, которые подразумевают получение прибыли или красиво, скажем, создание разделяемой ценности. То есть в любом случае создается некая экосистема, которая для того, чтобы развиваться, постоянно генерирует предложения, многие будут интересны бизнесу, кому-то интересно участвовать волонтерами – пожалуйста, вот вам пакет, кому то интересно просто участвовать в благотворительной деятельности с деньгами – пожалуйста, вот вам пакет, но не такой, обязательно такой, Hair fazer знаете, не будет никакого смысла. Или комплексный пакет. И сейчас это общая тенденция, это очень интересно. Мне очень приятно, что очень большой интерес у студентов, потому что кто-то уже сам пробовал, кто-то сталкиваясь с благотворительностью, в том числе через Charity Club, они видели, что это новые возможности. И когда мы делаем вот эти летние школы, а мы делали их сейчас уже онлайн, и спасибо партнеру компании IBM, которая привнесла сюда цифровизацию, и последняя версия – это летние школы, у нас же сейчас лето, круглый год в условиях онлайна, в мае месяце мы делали такую летнюю школу, она была посвящена цифровым решениям в области социального предпринимательства. Не всё, конечно, получилось онлайн, но сейчас мы опыта набрались, и вот в октябре-ноябре запустим очередной поток, причём онлайн позволяет иметь слушателей-студентов со всей России. Проблема – страна большая разница во времени. Когда у нас есть студенты из Красноярска, есть студенты из Екатеринбурга, а мы можем начинать занятия не ранее 18 часов, потому что раньше ребята учатся наши, но лучшие слушатели час-два-три часа ночи, они сны. Чуть-чуть двигаемся дальше. Вопрос лично к вам. Вы сами участвуете в благотворительности? Ну, знаете, как я выяснил, да. Но прежде всего, вот то, о чём я сказал, изучая теорию, я выяснил, что вот участие в жизни и развитии фонда в качестве председателя Пупчийского совета – это один из видов благотворительности. Там есть специально очень красивое название, которое я не нашёл красивый перевод на русский язык, поэтому пока я выдержусь. Понимаете, здесь речь идёт не о том, как бы участвую я или не участвую в каких-то инициативах и деньгами, да, это всё как бы ad hoc, да. Здесь скорее речь идёт о том, что, наверное, есть смысл участвовать в чём-то, где ты можешь понести пользу большую, чем определённая сумма денег. И здесь и компетенции, и связи, на самом деле, и тот бренд, который за мной стоит. Поэтому здесь ведь не всё так просто. Когда я наменился на эту позицию, я это обсуждал в том числе с руководством университета. То есть, опять-таки, в какой степени вот этот фонд мы можем рассматривать. То есть, всё серьёзно. Хорошо. Вопрос, на самом деле, уже про принципы жизни и управления своей жизнью. Как вы успеваете это всё? На самом деле, я очень мало успеваю. Но здесь, знаете, нет ответа на этот вопрос. Потому что на собственном опыте я знаю все минусы ситуации, когда тот объём работ, который планируется, превышает реальные возможности на 20-30%. То есть, есть такие теории и практики менеджмента, которые считают, что это правильно, человек постоянно напуган, как бы, вот он вперёд. Это плохо. Это разрушает, это плохо. С другой стороны, мы постоянно возвращаемся к тем же вопросам. Да, вот преподавание, наука, администрирование. В рамках центра, ну, пока успеваем. То есть, есть вот некие сложившиеся направления. Мы надеемся, что в ближайшее время будут приняты некие новые решения по взаимодействию с крупными российскими компаниями, членами Пищевского совета, которые, ну, скажем так, придадут работе центра некую долгосрочность с точки зрения тематики, с точки зрения конкретных проектов, ну, и соответствующей финансовой устойчивости. Ну, как? Ну, успеваю, потому что нравится. То есть, когда не будет нравиться, я не знаю, что это будет. Хорошо. Ну, тогда более конкретно, как планируете? У вас есть система планирования на день, на месяц, на год? Хорошая новость в том, что учебный процесс, он планируется. Объективным образом, как бы, он дан мне в ощущениях, вот, учебный план, расписание. Что касается научной деятельности, я тут очень коротко хочу оговориться. Вот дискуссия о том, что является научной деятельностью, она прекрасна, она бесконечна, она бессмысленна. Да, вот то, чем занимается наш центр, это скорее научно-практическая деятельность. С одной стороны, как и все преподаватели школы менеджмента, мы имеем соответствующие контрактные обязательства, которые подразумевают определенный набор публикаций в жилах соответствующего уровня, и здесь план-закон, да, как бы, это то, что надо выполнять. Другое дело, что в основном, вот те исследования, которые мы проводим, они носят практико-ориентированный характер. И, собственно говоря, те продукты, с которыми мы известны в России, продолжающиеся, это так называемый доклад о социальных инвестициях в России, который мы делаем вместе с ассоциацией менеджеров, ну формально это проект ассоциации менеджеров. И всего на сегодняшний день этих докладов опубликовано 2004 год, 2008, 2014, 2019. Всего четыре из них, последних три, это делали мы. Это такой обзор ведущих российских компаний, где-то так, от 40 до 100, по основным тенденциям развития корпоративной социальной ответственности. Плюс большой продолжающийся проект, связанный с анализом корпоративной благотворительности. Есть такая прекрасная организация «Форум доноров» в России, которая каждый год проводит конкурс лидеров корпоративной благотворительности, частью которого является сбор неких данных, которые мы анализируем. И практически каждый год, за небольшими исключениями, мы готовим соответствующий аналитический доклад, что дает возможность держать руку на пульсе, иметь как бы выход постоянный на компании и постоянно с ними взаимодействовать, поскольку взаимодействуя с компаниями мы получаем заказы и на проведение конкретных консалтинговых работ, и на проведение соответствующих обучающих курсов. Причем как для менеджера в целом, так и для тех, кто специализируется в области КСО и подготовки нефинансовых отчетов. То есть такой постоянный вызов. И это держит на плаву. Другое дело, что уже как бы жизнь и опыт заставили осознать, от чего надо отказываться. То есть некие крупные проекты, плюс, хотя это достаточно тяжело, по возможности постоянное присутствие на основных экспертных площадках. Потому что если тебя нет на основных экспертных площадках год, то ты пропал, тебе забыли. Причем надо не просто присутствовать, а надо по возможности выступать. Надо по возможности выступать так, чтобы тебя слушали, чтобы это было актуально, чтобы это подразумевало какой-то интерес к взаимодействию. Хотя нет худа без добра в онлайн мире. Все это на сегодняшний день подразумевает просто переход с одного канала, где ты читаешь лекцию, на другой канал, где ты присутствуешь на экспертной площадке. Какую область знаний вы хотели бы еще освоить? Это очень печальный вопрос, потому что это немножко исквин, что мы все хотим жить вечно. Но жизнь конечна, ресурсы ограничены, а с другой стороны, тоже знания не всегда хороши. И теории, и практика, они показывают, что вкладываться надо в свои ключевые компетенции, а не в развитие тех, которые находятся ниже или даже на нуле. Как бы при всем, может быть, внутреннем желании, не знаю, что-то освоить и что-то сделать, но это где-то может развлечь, потешить самолюбие, но это оторвет время от развития основных компетенций, и что в суровом конкурентном мире, даже циничнее, можно сказать, позволит держаться на плаву. Дальше. Хотя, с другой стороны, понимаете, у меня есть некий набор интересов, который сложился, который не меняется, и которые я уважаю, то есть я уважаю себя как человека, у которого есть эти интересы. И придумывать к ним дополнительные, наверное, ни к чему. То есть если я скажу сейчас, как говорили многие в начале онлайн-эпохи, тут-то я и выучу японский язык. Один банят. Другое дело, а зачем? В свое время я был на стажировке в Германии, вдумчиво учил немецкий язык, будучи на стажировке, получил там сертификат правильный, лекции читал на немецком языке. Я все забыл через 10 лет, потому что нет практики, но пошел в английский. Понимаете, с другой стороны, я в молодости достаточно активно спортом занимался. Каким? Фехтованием. Я был в школьные годы кандидатом в Министерство спорта Советского Союза по фехтованию. Во-первых, но университет, да еще трудовая биография, все это немножко убрало, но так или иначе интерес к поддержанию себя в форме, он остается. И я, честно говоря, не ожидал, что с возрастом я буду получать такое удовольствие удовольствие от такого достаточно тренировочного режима, ходьбы, потому что я понимаю, что бегать уже не полезно, или скандинавской ходьбы, причем не в формате махать палками, а в формате вот такого правильного тренировочного режима. Потому что вот я и головой, и мышцами я вспоминаю, как это было кайфово, когда я был мальчишкой, когда я был кандидатом в Министерстве спорта, когда я получал удовольствие адвизиевских нагрузок. Я музыку люблю, понимаете, тоже. Вот, естественно, я же из 60-х, я пел, играл, там, у меня в школе ансамбль был свой, все, все как положено. Сейчас я люблю так на гитаре поиграть, люблю заехать, рекламирую. Есть такая точка замечательная, гитарный клуб, две точки в Москве и в Санкт-Петербурге. Это маленький магазинчик клубного типа, где абсолютно уникальный выбор акустических и классических гитар, куда можно приехать, поговорить, поиграть на этом все, купить то, что тебе нравится, периодически приезжать на обслуживание твоего инструмента, смотреть новые, то есть, вот такой прекрасный круг общения. То есть, все это поддерживается, ну, другие увлечения раздавцы, все это на месте. Вот тут же, да, транзишн такой происходит. Что вы любите делать свободное время? Вы уже немножко рассказали что-то еще, кроме ходьбы и гитары. Ну, понимаете, вот ковидная жизнь, она, к сожалению, очень много меняет. В старые добрые времена, таковидную эпоху, очень я любил, ну, как бы, я с семьей театр. какой-то период достаточно длительный, почему-то меня привлекал до чтения опера, а потом в какой-то момент, ну, не то, чтобы я наелся, хотя, может быть, какое-то присвещение, или просто меня не провоцировала ни одна драма на то, чтобы я театр полюбил. Но, слушайте, у меня сплошной плейсмент идет. Отлично. Совершенно по многому случайно, ну, как случайно, сын с девушкой пригласили, значит, мы с женой пошли, театр Козлова мастерская. Слушайте, я, в первый раз мы сходили на Тихий дом легендарный, который идет пять или шесть часов. И все, и мы пропали, и с тех пор на протяжении от полутора лет, пока не закрылся ковид, практически мы из этого театра не вылезали, то есть, ну, так, два-три раза в месяц, включая предпремьерные показы, все было наше. Опять-таки, такая приятная клубная атмосфера, и это было здорово, очень-таки поддерживал. И очень жаль, что сейчас как бы все это немножко по-другому. Ну, я думаю, вернется на круги своя. Мечты и советы из того, что можно купить за деньги. О чем вы мечтаете? Знаете, я готовился к нашей встрече, поскольку этот вопрос звучал, а я не нашелся, что ответить. Я не нашелся, что ответить, на самом деле, по причине очень простой. Поскольку вот выбор, чем заниматься, да, в жизни, он же сложный, на самом деле. чем больше о нем думаешь, тем он сложнее выглядит. И, безусловно, всегда присутствуют разные критерии. Нравится, не нравится, выгодно, невыгодно. И, безусловно, были некие развилки в жизни, которые, ну, скажем так, давали возможность карьеры в большей степени ориентированной на благосостояние, на более высокие, на более стабильные заработки. Но, для меня, во всех этих случаях, практически во всех, было очевидно, что, не то, чтобы я продам душу дьяволу, ну, пример. То есть, ну, это не то, что мне нравится, не то, что дает мне возможность самовыражаться. Поэтому, исходил из того, что, может быть, это тоже старый советский подход, что делает то, что ты можешь на стезе своей, и общество, оно не пройдет мимо. И в этом смысле, понимаете, как бы тот уровень, который связан с моим выбором, вот он есть. Переход в другую систему, он был очень маловероятен ранее, он невозможен сейчас. И в этом смысле этот вопрос, он для меня носит чистый риторический характер. Извините, что я сложно ответил, но он для меня системный вопрос. Системно это так. Хорошо, тогда какая у вас нематериальная мечта? Ну, понимаете, нематериальная, она же материальная, но это уже такие мечты, общие пожелания, чтобы все были здоровы. Чтобы все были здоровы, чтобы были здоровы, родные и близкие, чтобы каким-то образом мы не вернулись в исходную точку, что невозможно, чтобы какие-то изменения все-таки системные происходили, и мы по возможности поднимали в них участие. Хорошо. Что вы посоветуете тем, кто в начале пути? Уважать свой случайный выбор, потому что, как время показывает, в большинстве случаев он не является случайным. потому что вот так называемый случайный выбор, он сознательно или бессознательно, он про любовь. А если в итоге получается любовь, которая позволяет тебе реализоваться в обществе, которая будет реализовываться тебе навстречу, вот оно счастье, как пели в песне. Ну, понимаете, все остальное это технические вещи. Поэтому еще раз вот, это можно по-разному формулировать, более романтично, прислушайтесь к зову своего сердца. А это просто случайный выбор, который, подумайте, был ли он случайный. Хорошо. Рубрика «Миллион подписчиков». Здесь я спрашиваю своего гостя, как ли набрать миллион подписчиков. Юрий Евгеньевич, как это сделать? Тимофей, есть ответ. Он парадоксален. Я не думаю, что вот этот формат нуждается в миллионе подписчиков. Потому что для меня это еще одна версия, серьезного такого большого вопроса о будущем образовании. Да, вот какое должно быть образование? Там массовым, элитарным, как угодно называйте. Все же ваш проект, он прекрасен для JSON Family. JSON Family растет. Мы уже говорили сегодня о поставленных градионных задачах. Там все непросто, но тем не менее рост есть. но вот этот проект, он прекрасен, он интересен для тех, кто в JSON Family в таком классическом понимании этого слова. Безусловно, это не 10, не 100 человек, не 1000 человек. Да, наверное, это должны быть тысячи человек. Да, наверное, это может быть десяток тысяч, десятки тысяч. В противном случае вам придется, ну скажем так, менять формат на более широкие и более сиюминутные ожидания. То есть это нормальный менеджмент заинтересованных сторон, то есть ответственное ведение бизнеса. Поэтому для того, чтобы этот проект отвечал современным критериям корпоративной и социальной ответственности, не гонитесь за миллионы подписчиков. Прекрасный ответ. Блиц. Короткие вопросы. Белое или красное вино? Красное. Какое? Зинфандель. Бегать или плавать? Плавать. Место на земле, которое обязательно стоит посетить? Санкт-Петербург, конечно. Музыка в машине или подкаст? Музыка. Какая? Ну, Олдис. Ну, 60-е, начало 70-х, дальше уже жестко. В чем секрет счастливого брака? Любовь. Любимая порода кошек? Мейн-кун. Три книги, которые стоит прочесть. Тяжелый вопрос, которого многие избегают. Вы знаете, я тоже вот подумал, я не знаю. Вот честно скажу, не знаю, потому что с возрастом, я абсолютно сейчас тут как бы не бравирую, да, возраст. меняется отношение к книге, меняется собственная система ожиданий по отношению к книгам. Более того, вот я осознал, что в какой-то момент мне стало сложнее читать книги, особенно художественные. То есть, если раньше это было как бы автоматически, там, перед сном книжку почитать, что потом стал чувствовать, что как бы тяжело и не хочется. Стал себя заставлять, что не надо смотреть в телефон, надо книгу открыть и книгу читать. И в этом смысле это для меня такой немножко здоровый образ жизни. Стал заставлять себя читать книги, а вот выбрать лучшие, ну, очень сложно, потому что есть какая-то вот великая классика, которую, ну, обязательно надо было причиновать. Давайте так переформулируем. Не три самые лучшие, а просто, что приходит на ум, что классно и может быть вас впечатлило, может быть давно, может быть недавно. знаете, что впечатлило, ну, поскольку я уже сказал, я повторюсь, но это, причём впечатление какое-то было странное, но это то, что у меня отложилось, это, как это не парадоксально, мемуары Озии Осбурн. Причём, как говорит известный YouTube персонаж Гоблин, тот перевод, который нам предложен, это плохой перевод. Я не видел пока оригинала, руки не дошли, но прелесть этой книжки в том, а я достаточно много мемуаров посмотрел, в том числе и музыкантов, что там виден герой, виден герой, который, с одной стороны, вот он прошёл все круги вот ада, с которым ассоциируется рок-музыка этого периода, всё, что можно, там, всё там, причём в очень таком густом замесе, но, с другой стороны, внутри всего этого ада всё время жил такой добрый, мягкий и чуткий человек, который постоянно, ну, не пытался себя противопоставить этому, а пытался как-то вот выживать, как вот нечто светлое. И вот в этом смысле меня книжка так по-хорошему не потрясла, наверное, а вот так порадовала, поскольку, ну, вот я не был большим поклонником никогда, Black Sabbath, но так исторически сложилось, что на свой пресловутый юбилей как раз я сходил с близкими мне людьми на концерт Ози Осборна, я получил огромное удовольствие от этого человека, который не попадал в ноты абсолютно, вот абсолютно, который там по сцене еле ходил, но вот от него исходила даже не энергия, а вот такой положительный запал. И вот я подумал, что вот может быть и от меня, когда я вхожу в аудиторию, вот исходили что-то похожее. Однозначно. Вот это что касается первой книги, а так, понимаете, выбор-то случайный, выбор книг случайный, я сейчас дошел до того уровня, который раньше я не понимал, когда у меня на тумбочке лежит где-то 5-6 книжек, я так периодически их беру, из, может быть, таких стальных привычек, из жизни онлайна, вот я по пятницам стараюсь выкрыть время с 17 часов и посмотреть онлайн по фонтанке Андрея Константинова, известного питерского персонажа, который как бы делится на протяжении полутора часов своими соображениями прошедшей недели. Для меня это любопытно, поскольку Андрей Константинов моего поколения человек, таких достаточно консервативных позиций во многом с моими схожи, и в конце своего интервью каждый раз дает рекомендации, что на выходных посмотреть и почитать. И на протяжении длительного периода времени он рассказывал, что надо почитать Перес Эримерта, испанского писателя, который в основном пишет историческую прозу с элементами приключений, и особо рекомендовал почитать книгу Эль-Сид или Рыцарь без корали. Вот казалось бы, что я могу рекомендовать, так я приобрел эту книгу, и я получил удовольствие от прекрасного перевода, потому что хороший язык сейчас в книге это самоценная вещь, это самоценная вещь. И кстати, вот как раз листая эту книгу перед тем, как я пришел сюда, и он толкнулся на прекрасную фразу, которая меня не то, что смутила, которая укрепила меня в желании прийти к вам. Фраза была такая, если к легенде подойти близко, то она исчезает. Ну, про книги можно говорить бесконечно. Хорошо, двух хватит. Нет, я не говорю, что всем надо читать Перес Эримерта, а к тому, что... Интересно, ваше впечатление. Вот еще что хочу сказать, раз уж о книгах, критерии изменились. Вот если я беру книгу и там хороший язык, причем такой хороший, литературный, интересный русский язык, и по большому счету уже все равно о чем книга. То есть я получаю удовольствие. В этом смысле, как это опять-таки не может быть парадоксально прозвучит, мне очень нравился ранний Сорокин, опять-таки, не по фабуле своей, а по языку. Потому что то, как человек работает с узким языком, сейчас практически не найти. Потому что эти авторы с хорошим языком они парадоксальны, тоже про ханов носители прекрасного русского языка. Тоже специфические работы. Да. Финальный вопрос Блица. Когда через много-много лет в будущем вы решите выйти на пенсию, каким будет ваш день? Вы знаете, я уже на пенсии два года почти. Так что все-все проще. Такое же, как сегодня? Абсолютно. Понимаете, это примерно как мне задают вопрос, что вы почувствовали, когда дважды привились спутником пять. ничего не почувствую. То же самое. Очень интересно с вами говорить. Спасибо вам большое, что пришли. У меня вопрос, как обычно, в конце в самом. Кого из ребят еще позвать на эту передачу? Кого вы порекомендовали? И кого из преподавателей, возможно? Вы знаете, из преподавателей, ну, наверное, будет некорректно. Если я кого-то порекомендую. Нет, ну, действительно, поскольку мои коллеги, они прекрасны. Я их всех люблю. Из ребят я бы даже указал не конкретного студента, а задал бы направление. Я уже говорил сегодня о прекрасной инициативе, которая живет на факультете много лет и, скажем так, развивается по-разному, там взлеты и падения есть. Черити Клаб. То есть, это студенческая инициатива, связанная с благотворительной деятельностью, с добровольчеством. Я бы вам рекомендовал связаться с этими ребятами. Там есть яркие лидеры, причем они сами скажут, кто у них правильный яркий лидер. Если, опять-таки, есть здесь интерес, я готов, может быть, помочь с ними связаться, я думаю, что это было бы интересно, опять-таки, как студенты это все видят. Потому что вполне может быть, что я пребываю в Королевстве Кривых Зеркал, опять-таки, что понятно и нормально. А так будет интересно, думаю, многим, потому что повестка, она перед всеми одна. Спасибо большое. Очень рад был с вами поговорить. Взаимно. Проходите еще. Приглашайте. Всем пока. Лайки, подписки, комментарии. Все. Всем спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова